здравствуйте уважаемые телезрители это программа сейчас интервью и сегодня мы продолжаем наш разговор с известным радиоведущим компании bbc севой новгородцевым русской службы скажем так компанией мы кстати в прошлый раз остановились на разговоре о том как устроена корпорация я бы хотел вас спросить а за что вообще можно уволить сотрудника bbc в мое время когда я поступил сотрудника bbc можно было уволить без разговоров за две статьи первое если он улынивает или отлынивает от покупки телевизионной лицензии а потому что она телевизионную лицензию существовала и продолжает существовать bbc все у кого в стране есть телевизор обязаны покупать лицензию она сейчас стоит по моему в год чтобы не соврать там фунтов 160 может быть больше черно-белая есть цветная если ты не купил ты предаешь самое драгоценное то есть подрываешь финансовую основу bbc а вторая причина это секс в студии в студии если в студии тебя застали за интимным процессом тебя уволят мгновенно без всяких разговоров поэтому когда ко мне на работу приходила жена и она пыталась меня поцеловать в щеку я говорил лёли уволят интересно вообще вмешательство руководства вот в какие-то конкретные дела связанные с контентом с передачами на вашей памяти были bbc структурирована сверху вниз абсолютно иерархически вертикальном смысле верхний этаж к нижнему хода не имеет то есть начальник не может приказать скажем главе русской службы глава русской службы в принципе не может приказать продюсеру то есть был один случай в 1967 году в сентябре светлана аллилуева будучи в индии решила не возвращаться советский союз и дефектнула пришла в американское посольство там подробности интересное но сейчас не к месту да американцы переправили в швейцарии потом в америку и она оттуда написала письмо по моему синявскому под каким впечатлением она от прочитанной книги какой-то там тоже несущественно письмо это попало к нам на bbc и настолько это был тогда резонансный материал что bbc записали это письмо по моему ее голосом и готовили это к передаче а тут подходило начало арабо-израильской войны было очень сильное напряжение и британский премьер поехал в москву а bbc в это время рекламирует выход светлана аллилу и в эфир вот-вот и министерство иностранных дел в москве говорят британскому премьеру мы пойдем вам навстречу то что они хотели англичане русское влияние на арабов использовать вам пойдем навстречу сделаем но вы же подрываете основы сотрудничества виси там что-то не надо или вообще не надо но во всяк случае не сейчас премьер-министр звонит в лондон министр иностранных дел и говорит в интересах страны тут такое дело обеспечить что bbc русская служба этого материала не выпускала министра странных дел в принципе на иждивение которого всемирная служба тогда существовала хотя звонит главе самому главному человеку сэр хью грин и говорит вот там русская служба учет рекламе чтобы она не передавала хью грин звонит главе русской службы светлейшему князю анатолий палычу ливину и говорит князь ливен этот материал выйти не должен конец ливен приходит к сотрудникам русской службы говорит господа кто тут значит это там тетки говорят это вот мы все сделали он этот материал не пойдет они видят как это не пойдет они готовы так звонил сэр хью грин в интересах страны он не пойдет они говорят но это же наглое вмешательство в нашу редакционную политику мы этого терпеть не будем а там были женщины которые знаете убежали от сми из смерша какие-то аристократки там они чувствовали себя совершенно иначе не прогибались они говорят в таком случае если вы не обеспечиваете нашу редакционную независимость мы подаем заявление об уходе и почти вся редакция села написал заявление а народу было тогда не так много князь светлейший ливен почесал свою полулысую голову и говорит господа но вы не оставляйте мне никакого выбора села написал заявление об уходе и все эти заявления подали сэр хью грину сэр хью грин звонит и говорит у нас тут русская служба останавливается все подали заявление об уходе поэтому я не могу выполнить вашу просьбу материал должен выйти но борьба это продолжалось дня два в конце концов там это все вышло сначала там музыку пытались вместо этого пустить но вот это был единственный известный вошедший в историю вариант когда пытались смешаться в редакционную политику потом конечно уже в новейшие времена когда сменился состав русской службы и когда ну грубо говоря были засланы какие-то люди с двойным гражданством которые якобы под предлогом что нам ретрансляцию в москве перекроют шли в общем на поводу и мы не пускали острые материалы в частности по делу литвиненко многое что могло бы выйти не вышло не хотели дразнить тигра но из-за этого потом разразился скандал и некоторых людей по-английски тихо потом перевели уволили там не знаю но в общем и целом если говорить то вмешательство в редакционную политику не было и быть не могло поскольку это описано в хартии самой британской радиообщательной корпорации добрый вечер друзья наша сегодняшняя программа посвящена обзору новых альбомов и начнем мы ее с пластинки немецкой группы крафтверк под названием компьютер ворлд мир компьютеров как видно из названия мир этот неживой роль живых существ в нем играют реле транзисторы мультивибраторы и прочее соответственно и музыка этого мира не совсем человеческая роботообразная и за исключением барабанов полностью электронная разумеется в этом принципиальные нового ничего нет скажем ансамбль электронных инструментов мещерина существует чуть ли не со времен дни прогеса а красивые полные дамы в газовых платьях плавными поставленными в консерваториях движениями рук чаруют блеющими звуками уж не одно поколение а разница в том что нынешние электронные группы не пытаются воспроизводить ни традиционных мелодий ни традиционных оркестровок подходя к музыке так сказать с технологической стороны при этом знание компьютерной технологии играет не меньшую роль чем скажем композиторские способности тексты же песен нарочито упрощены послушаем для примера одну из песен этого альбом она называется pocket calculator карманный калькулятор а имен оператор of my pocket calculator поют немецкие товарищи я есть оператор мой карманный калькулятор ведя эти музыкальные передачи знакомя советских людей молодых людей прежде всего с популярными на западе рук группами звездами вы какую-то еще сверх задачу себе в общем если говорить по станиславскому какую-то выстраивали конечно она была я уехал из советского союза проведя на гастролях более 12 лет я видел страну в первом приближении мы были в каких-то в селах маленьких городах больших городах в горах в долинах на море у подводников моряков в военных частях я все это видел и щупал поэтому мне было понятно состояние людей там было два класса несчастных совершенно существ человеческих это женщины молодые которые в были абсолютно угнетены мужландской культурой и молодежь на молодежь обрушивались все пионерские комсомольские организации и впереди армия грозила если что не так и поэтому они еще зажаты были семьей очень много было таких реакционных родителей поэтому я понимая их состояние и сочувствуя им пытался их как-то там развеселить расшевелить первые шутки были как бы достаточно невинные нейтральные но постепенно в них начало вкрадываться какой-то такой элемент реакции на действительность вы понимаете что мы все были под властью чудовищной этой чугунной социалистической псевдо культуры который легко было очень высмеивать и и поэтому когда я начинал уже серии писать про тяжелый металл то естественно шли в ход все советские штампы с выворотом другую сторону но всякие шутки там сила металлурга в плавках или гитары были шестиструнного волочения там но все эти металлургические термины которым было насыщено тогдашнее телевидение впрямую понимаете это пародийная немножко был это был советский штамп употребленные вне прямого контекста скажем там в разговорах там а black sabbath которые там без общины занимались там какие-то были разговоры вроде про гробовую доску почета и так далее ну в общем много в девяносто первом году когда случился распад советского союза все эти шутки сразу оставил потому что мой период подкопательства и разрушительства закончился мне надо было уже теперь строить созидать а мою эстафету подхватила местное журналистское братья которым наконец позволено было зубоскалить и они зубоскалили очень много лет помогут до сих пор даже некоторые этого занятия не оставляют хотя весь контекст советского этого штампованного языка уже давным-давно ушел но мы вынуждены были защищаться потому что от этого никуда было не деться понимаете это вообще висела как какое-то смрадное облако но вы себя ощущали каким-то борцом советской властью ли с коммунизм я прикалывался просто чтобы повеселить людей чтобы подмигнуть им сказать хорошо сидим ребята мы тут похихикаем так сказать ну и все а потом это уже выяснилось что это имело какой-то резонанс я первые два или три года вообще ничего не знал первое какой-то весточкой стала статья западного журналиста который писал по модуле мигрантского журнала посев и он вернулся из союза и мне показали эту статью он гадну молодежь там вся слушает села новгородцев тогда я понял а потом уже выяснились ближе к девяностому году масштабы произошло происходившего сегодня когда читаешь в общем какую-то аналитику связанную с попыткой понимания как рухнул советский союз вот как ни странно вам и вашим передачам отводится там очень серьезное место серьезная роль вы понимаете советский союз весь строился на определенных мифах и определенном ряде образов рабочие с монтировками да солдаты которые защищают родину но поскольку это все было фальшиво советская власть не боялась ничего она стояла крепко на всех ногах единственно чего советская власть боялась это юмор юмор проникал как все проникающие газы сквозь все щели и мгновенно разрушал всю эту стройную идеологическую картину и когда человек в дружеском ключе в шутливом плане ему все эти вещи там рассказывал все хохотали почему это был смех высвобождающий их от тисков этой пропаганды все глядя и вся эта штука рушилась и когда молодежь поняла что все им преподаваемое это полнейшая иллюзия и чушь что на самом деле жизнь идет совсем по другим рельсам и будущее будет совсем не то каким им рисуют это психологически вызвало очищение сознания и видимо сыграла какую-то роль в падении системы но тогда вы это в общем так не оценивали нет я знаете в каком смысле последователь пушкина потому что пушкин тоже жил в напыщенное царское время когда все говорили велеречиво все его поэтические начальники и мэтры сочиняли за деньги хвалебные оды царствующей императрицы каждому событию если вы сегодня почитаете это вообще просто советский союз номер ноль да велеречиво там света высоко напыщена а пушкин пришел и стал болтать в поэзии он фактически первый рэпер я его считаю он первый человек который заговорил нормальным человеческим языком что конечно для тех метров было чрезвычайно пошло и я шел тоже сознательно по пути некоего разговорного ну не то что опошление но не допускал высокого стиля совершенно почему потому что там правда нет мне важно было чтобы в нашем разговоре не было никакой психологической неправды развелась передача в сторону ту куда меня толкали слушатели сначала ты были там всякие обычные вредит вроде топ-тен то мне стали просить больше информации я постепенно начал делать тематические передачи с глубокой вскобкой ну вот скажем вершиной этой деятельности была серия называемая битлология 55 передач которые шли больше года где было собрано абсолютно все что на тот момент было известно о битлз буквально паденное их перемещение в пространстве сочинение там всех композиций все своих связи состава и так далее так далее вот но были серии поменьше там лет запилин 12 штук там queen там штук 5 или 7 так далее потом пошли письма и поскольку письма были литературно очень яркие остроумные и вот это было народное творчество не причёсанное я начал из них делать передачи потом письма повалили в таком количестве что неизвестно было что с ними делать я их все копил даже те которые в эфир не выходили и собирал и куда я переезжал из квартиры в квартиру я возил их с собой и в конце концов их пристроил в гуверовский архив 120 килограмм туда отослал они там 6 метров нанимают на полке и уже люди какие-то к этим письмам подбираются поскольку тема этих писем заявленная мной было становление молодежного сознания советском союзе в семидесятые восьмидесятые девяностые годы и по этим письмам видно как люди начинают осознавать свою жизнь место в ней и место даже в каком-то политическом плане наша сегодняшняя программа посвящена письмам и заявкам причем писем ваших пришло довольно много поэтому не исключено что программу придется продолжить еще и на будущей неделе и так саша жигунов пишет нам приехал я в гамбург из ленинграда два месяца назад в том как я дошел до жизни такой в кавычках есть и малое только вашего bbc участия во всяком случае вашу информацию я всегда считал наиболее объективной и содержательной из всех вещающих на союз станций музыкальные программы bbc слушаю сколько себя помню кстати передавали ли вы когда-нибудь песни высоцкого в любом случае есть резон вспомнить его охоту на волков это если хотите даже моя заявка ведь эта песня как раз про всех нас кто вырвался за флажки и о тех кто остался там эта песня для всех кто понимает и кто еще не понимает что руководит человеком который хочет уехать сейчас из россии вы надо знаете что вот в те годы для советских людей bbc занимала несколько особое положение среди других западных радиостанций работавших на русской на реке прежде всего потому что вот британия традиционно воспринималась как такой уникальный остров связан со свободой слова прежде всего вот давайте поговорим вот именно об этом насколько это адекватно реальности и как это сочеталось с журналистской ответственностью у bbc есть так называемая продюсерс гайдлайнс то есть продюсерские правила или условия вещания вот существовало во все годы сейчас их даже всех заставляют выучивать всех журналистов там свобода слова сочетается с высочайшей ответственностью но основные правила все знают что новости должны быть все проверены минимум из двух источников личных выпадов журналистам bbc делать нельзя можно критиковать коммунизм но не коммунистических руководителей лично идеологию пожалуйста это было заложено без персонификации без персонификации а это конечно идет колоссальном контракте с российской нашей действительностью где все такое обзываются друг друга обзывают там козлами там на всякие буквы и западных лидеров западных лидеров тоже и все выражают свое мнение на bbc мнение свое выражать нельзя ни в коем случае это страшная вещь если вы конечно не легитимный наблюдатель если вас сделали вот как был аннатолий максим гольберг ему мнение было позволено но это мнение позиции комментатора но это мнение было выковано десятилетиями верной службы и анализа и так далее это было взвешенное мнение было и он тоже отвечал за свои слова потому что у него тоже возникали конфликты гольберга кстати сняли с руководства русской службы в 57 году потому что на него наехали реакционные вот эти всякие тори вот эти консерваторы причем все титулованные какие-то сэры там прочее они же все тайны антисемиты к тому же и боятся коммунистов страшнее огня поэтому в письме черчиллю сэр какой-то там волдингом я не помню писал что формирует программу русской службы некто анатолий гольберг еврей и коммунист на который имеет связи там с российскими журналистами на это mi5 разведка дала справку что у гольбера никаких контактов не было была одна встреча с каким-то корреспондентом но это еще это не грех но все-таки давление было и вас bbc не поддалось на давление mi5 там и прочих они его оставили на работе но под давлением сняли с руководства то есть оставили его комментатором или наблюдателем в качестве каком он и закончил свою работу где-то там в середине 80-х годов умер прямо на работе как вы считаете та роль которую играли западные радиостанции для советского общества а вот сегодня в сегодняшней ситуации и в сегодняшнем отношении запада к процессам происходящим в россии вообще к россии нужна ли вот такая вот функция которая выполняли эти радиостанции в годы холодной войны ну если бы я был руководителем bbc я бы конечно отстаивал радио до последнего почему если раньше разница между bbc и советским вещанием было фактах же те что-то либо подбирали либо искажали либо выборочно передавали информацию а bbc стремилась к полной объективности и поэтому bbc слушали и верили то после девяносто первого года когда приоритет на новости на факты у bbc естественно из рук выпал но осталась стилистика осталось наследие джентльменов которые когда-то начинали это вещание и я надеялся что на разница в стилистической подачи bbc будет по-прежнему в выигрышном положении ну а там у нас свои разночинцы появились которые сочли что это вещание дорого не эффективно и так далее так далее а там еще после девяносто первого года наконец у bbc появилась возможность преследовать свою корпоративную политику так называемую политику свежей крови когда они набирают журналистов из целевой страны но скажем они на габон вещают взяли габонских журналистов вещает на абу-даби взяли англоязычных абу-дабийских которые естественно профессионально знают язык у них контакты и так далее но когда они взяли профессиональных бывших советских журналистов там же повеяло совсем другим душком потому что все международники наши ходили под комитетом и и меня даже не важно служил он в комитете там работал на него или нет он был пропитан этим цинизмом мете и все конечно развалилась по стилистике не получилось ничего англичане может быть поэтому правильно решили переходить полностью на онлайн на онлайн извините нужно активное к этому отношения нужно нажать найти эту кнопку надо нажать выйти что-то читать ну какие-то люди ходят но если у меня была аудитория оценивалась 25 миллионов то сейчас если тысяч сто есть так это слава богу вообще как вы оцениваете общем перспектива радио как информационного средства в эпоху интернета радио всегда останется жить как осталось не знаю там классическая музыка больные танцы я не знаю балет и все остальное радио потрясающее средство коммуникации под радио условно говоря можно быть посуду или там вязать крючком я человек беспокойный если я лягу спать у меня мозги кипят от идей и мне не заснуть до 4 утра поэтому у меня уже заведенный порядок у меня лежит мой телефон на телефоне в определенной программе есть абсолютно все радиостанции какие только есть и поэтому я включаю вот у меня этот вот ну у вас просто здесь может быть вай фай нет но тюнын у меня все мои станции выскакивают я в наушниках слушаю свое любимое радио 4 это для интеллигенции такой разговор на такое драматическое радио радио 4 экстра где идут пески включаю израильское радио рэка свободу слушаю естественно эхо москвы если там не бекают не пекают есть хороший ведущий я его могу тоже слушать ну и так далее у меня там есть пару джазовых станций короче где нибудь что-нибудь да найдешь у меня даже есть например в списке радио звезда которые часто ко мне обращаются за интервью это пропагандистское военное радио но там есть очень хорошая найденная формула они такие информационные пьески разыгрывают там по полторы по две минуты якобы садится человек в такси они затевают разговор на какую-то тему и так далее так что я без радио не живу я обязательно с утра услышу все новости что там происходит а потом расскажу дома жене как вы оцениваете то что вот сегодня когда кажется у человека есть возможность в отличие от периода холодной войны узнать все что угодно до авто вошел в интернет и ты десятки мнений на любую тему тебе доступны и несмотря на это вот эффективность промывания мозгов но с помощью скажем телевидения была необычайно высокоэффективной как вы это объясните ну относительно потока информации это все равно что вы пришли голодным к шведскому столу наелись а стол по-прежнему ломится от явств а вы уже просто есть не можете тоже происходит и с информацией прелесть системы которую я вам показал на телефоне я могу слушать любую станцию в любом конце мира у меня например заложено радиостанции передающие джаз из университета штата вайоминг то есть это какая-то совершенно забубенная американская станция я могу слушать что касается телевидения то в россии если делают то стараются делать профессионально в россии ценится профессионализм поэтому давно было замечено что на российском телевидении качественная картинка если они берут журналистов им платят им хорошо то это зубры они все-таки охотятся на талант на бибиси к сожалению победила корпорация корпоративный подход им не важно сейчас кто там пишет статью и кто сочиняет новости лишь бы иерархия управляемости корпорации оставалась той какое начальство хочет видеть с моей точки зрения это гибельный путь поэтому я не вижу для бибиси русской службы никакого большого будущего она будет функционировать в тех рамках которые устраивает начальство но не более в россии пошли по другому пути они взяли талантливых людей это люди конечно злодейские душу продали там все за 30 серебряников но они талантливы работают они понимают психологии аудитории они находят к ней ключи они конечно бьют ниже пояса но в этом и была собственно начальная политика владимир ильича ленина он будучи интеллигентом понимал с кем он имеет дело я помню в его какой-то работе он пишет русский мужик который конечно насильник и хам но та-та-та-та-та-та-та-та и продолжается это вот ленинская линия они прекрасно понимают что они могут сделать с другой стороны прекрасно понимают с кем они имеют дело и вот на это все и нацелено на предрассудки на мужской сексизм на мужланство на непонимание некоторых вещей на создание образа идеального врага там в америке или империалистов продолжаются традиции воспитанные на политических карикатурах кукерниксов и бориса ефимова когда тита обязательно рисовали с кровавым топором американцы обязательно с крючковатым носом и мешков долларов и так далее но я могу это понять когда это происходило условиях закрытой страны когда была холодная война железный занавес когда люди не ездили но сегодня когда открытый мир и скажем большое количество людей может ездить куда угодно как в этой ситуации можно точно также обрабатывать мозги я уверен что высшую прослойку общества вот эти вот 5-7 процентов образованных людей которые все понимают и прекрасно дают себе отчет в природе этой пропаганды это не затронет но создатели этой телепропаганды интересует телесное большинство оно бедно за границу поехать как правило по материальным соображениям не может дорога дальняя живут где-нибудь там под чебоксарами бог знает где и как я часто говорил сидит тут группа людей выпила и поет о любви к родной деревне а никто из них из этой деревни никогда не выезжал он ничего другого не видел поэтому пользуясь вот такой ситуацией бедностью некоторой забитостью народа и желанием верить в то что они как бы не последние люди а пропагандное телевидение постоянно льстит это опять еще одна советская традиция где новости начинали с выплавки стали из прополки сорняков потому что все делали реверанс в сторону работяг которых советская власть грабила бессовестно и колхозных крестьян которых тоже держали как крепостных в черном теле но психологически они вот нас уважали нас уважают и вот это же традиции продолжается они прекрасно знают что штампы воспитанной за 70-летие советской власти они все на местах надо ждать смены поколений в челябинске в гостинице после концерта наши джазмены выпивали с киноактером анатолием азо в москве или питере такого бы не случилось а тут работники мусс были сжаты воедино провинциальным окружением на телеэкране азо всегда производил на меня впечатление человека глубокого ума даже мудрости поэтому я говорил с ним с некоторым трепетом в 1965 году вышел фильм как вас теперь называть о том как в поединке с умным и коварным асом фашистской разведки побеждает советский чекист скрывавшийся под маской повара бельгийца во время оккупации поволжска азо играл этого повара чекиста режиссер владимир чебетарёв хотел избежать обычной клюквы и снял экранные диалоги в немецком штабе на немецком языке как я понимаю актеры выучили роли на слух и говорили как получится а коллеги из германской демократической республики озвучили это потом на своем родном языке думаю что и азо тоже пришлось учить эту тарабарщину к моменту нашей встречи фильму было три года а со времени съемок прошло почти четыре но азо все еще кипел патриотическим гневом вот ведь сказал он мрачно после рюмки другой взяли моду немцев на немецком играть все вы 40 лет живете на западе как вы относитесь вообще к понятию патриотизм родину конечно любить надо и это естественное состояние у всех французы любят францию италию итальянцы италию чилийцы чили ничего тут в этом уникального для россиян нет но в большинстве стран этот патриотизм является вещью естественной например итальянец переезжая в америку питается исключительно итальянской едой он будет стараться говорить по-итальянски общаться с итальянцами потому что вот та часть родины которую он вывез с собой это греет ему душу с россиянами не знаю за границей что-то такого не особенно получается хотя по питанию мы патриоты питаемся конечно гречневой кашей там и всеми русскими рецептами совершенно регулярно но этот не тот патриотизм который с моей точки зрения надо воспитывать патриотизм должен появляться естественного человека если он любит родину то он должен этой родине как-то отвечать взаимностью ну вот я бы начал с того что навел бы чистоту и порядок там повсеместную как скажем в швейцарии вот швейцарии родину любят по-настоящему там все вообще дороги и села вылезы на никаких ржавых железяк нигде не валяется и бутылки битые в лесу тоже не лежат тот патриотизм о котором я говорю он в общем я бы сказал так он не ориентирован за что-то дали скажем даже за россию а против то есть вот вы понимаете зачем когда меня спрашивают патриот ли я я всегда отвечаю что я патриот но как пушкин а не как бенкендорф бенкендорф был начальник охранного отделения и он патриотизм который значит да вот это знаменитая триада самодержавие православие народность давил а пушкин просто людей любил он для них писал он был живой человек попадал все время под санкции если бы не был дворянином бог бы знает что с ним случилось но его за талант за близкое знакомство с императором его щадили хотя время от времени ссылали вот я такой патриот то что я желал бы своей родине выходит может быть за рамки рекомендованных патриотических рецептов но пройдут годы и следующие поколения анализируя разберутся и поймут кто действительно хотел родине добра а кто выстраивал какие-то железные заборы и чугунные занавесы воздевал вообще вас не удивил вот такой всплеск такой агрессивным патриотизм в россии в последние годы меня не удивило потому что если идет с одной стороны оболванивание народа с другой стороны а очень многие люди из-за того что у них опущены руки нет условий для развития вы понимаете мы опять возвращаемся советские времена куда не не иди везде кирпичная стенка если бы была абсолютно свободная экономика и абсолютно свободное частное предпринимательство все бы люди что-то бы такое делали он петр работал бы у николая николаю петра перестали бы пить или пили бы значительно меньше все бы были заняты продвигали свою жизнь куда-то и так далее но поскольку сейчас идет опять о государствовании экономики то надо либо кого-то знать либо иметь там всем пяди во лбу чтобы тебя на работу взяли у людей опускается руки они начинают пить жизнь идет боком а человек себя то не уважать не может и возникает опять этот сары синдром ты меня уважаешь или нет и вот этим людям которых уважать собственно говоря особенно не за что потому что они опустили руки жизни получилось к ним и обращаются к их всем этим комплексом и говорят а там они хотят нас на колени поставить а русский мужчина человек волевой широкой натурой на он в степи в лесу свой и поэтому он ведет себя как настоящий мужчина год вот все отсюда и идет знаете я обычно со своими гостями не касаюсь личной жизни но вот с вами хотел бы задеть одну тему у вас есть опыт жизни в британской семье до вас жена была англичанкой чему вас научил этот опыт в принципе я воспитан был маменькой в интеллигентной достаточно семье да я до 16 лет например матом не умел ругаться когда поступил в макаровку меня там научили но я сначала краснел когда ругался мне было стыдно другими словами интеллигентный мальчик воспитанный попадает в англию и становится сам частью английской семьи я оказался абсолютным хамом совершенно не умею себя вести понимаете ну например самое страшное что может быть в быту если у вас одна ванна на двоих и ты выходя оставил стульчак в верхнем положении мужчине ну да 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 не нужен это просто пощечина и оскорбление партнерши которые с вами вслед туда войдет ну и так далее таких там подробностей очень много за английским столом если вы пришли в гости не дай бог вам бог потянуться за едой без того чтобы вам хозяйка эту еду предложила и там таких условностей совершенно целая куча надо все время следить за этим абсолютная учтивость должна быть соблюдаться время даму конечно вперед непременно пропускать и так далее и тому подобное извините а что это было за семья насколько она характерна вообще для британии она из среднего класса папа у него джазовый музыкант он играл в оркестре который был джаз оркестром английских ввс во время войны это такой гленн миллер в англии трубачом его трубач мама домохозяйка так что для нее то что я саксофонист было очень все понятно она немножко русский изучала мы познакомились собственно на этой почве я был консультантом на какой-то картине она там роль играла и так далее я ее учил там говорить потом она выучилась по-русски болтать совершенно бегло так что у нас в этом смысле было очень много общего так что она примерно того же класса и уровня то есть не из высокой интеллигенции не резистократии тоже так же как и я что дало вам все-таки для понимания жизни в англии в английскую среду в принципе войти невозможно потому что там есть очень много общих знаменателей которые надо мгновенно знать лучше всего в англии родиться ну на худой конец детский сад ходить если ты начал со школы то там уже тоже кусок жизни отпадает а мне понятно попавшему туда вообще там 37 лет надо было все учить назад но благодаря постоянному общению с английской супругой я выяснил много культурных пластов там вот через ее отца там все этот английский джаз оркестровый тридцатых сороковых годов потом она увлекалась всякими комедиантами там старыми поэтому в разговоре я мог эту беседу поддержать я знал имена я знал стиле и так далее так далее и когда ты с легкостью делаешь отсыл к культурным всяким этим маркером то они понимают что ты в их культуре находишься и поэтому с тобой уже разговаривают нормально добро пожаловать на наш урок посевы скажите вы любите цитаты я вот ничего с собой поделать не могу имею знаете ли слабость хлестким высказыванием поэтому когда на этой неделе попалась мне в руки книга рок-н-ролльных изречений я тут же за нее засел помечая особо удачные места карандашиком досадно только что самое глубокое самое проникновенное в словесности переводу в принципе не поддается скажем замечательное выражение дурилка ты картонная иностранный язык не перетолмачишь а например расхожее изречение медьков о том что мол брат помирает ухи просит на английском было бы мой умирающий брат просит супа из рыбы не то и все же попробую герой раннего рок-н-ролль я пианист джерри ли льюис об элвисе пресли об элвисе ничего плохого не скажу но он был засранец трус и я его терпеть не мог гада конец цитаты прошу простить за непечатные слова но уверяю вас в оригинале еще похлеще мы без конца делаем какие-то цитаты из старых кинофильмов всякие анекдоты и прочее прочее это то что связывает русскоязычную беседу как клей англичан то же самое потому что один выученный язык еще ничего вам не дает потому что слова выученные русским языком русскоязычным человеком они невольно заставляют его переводить то что он в россии выучил получается полнейшая билиберда чушь никто ничего не понимает потому что их язык привязан к их культурным реалиям и пока ты не научишься говорить по-английски по-английски у тебя общение не будет никогда вам это удалось выше меня похвалой было когда я говорил с каким-то англичанин угод а ты откуда говорит из южной африки дело в том что англичане встречаясь друг с другом впервые они все замирают напрягаются они слушают ваш акцент и мгновенно вычисляет ваше социальное происхождение образование географический район у меня был случай я сидел с этой английской своей супругой кары карен ее звали но мы ее звали все мои фаны и звали карина арчибальдовна потому что отца я звали арчибальд сидели мы с кариной арчибальдовной в ресторане и какие-то люди шумели у меня за спиной потом они ушли видно было что ей это очень не нравится но когда они ушли она мне сказала с плохо скрываемым раздражением and those horrible people from илфорд ужасные люди из илфорда почему потому что она голосовая актриса и ее специальность была делать региональные акценты она могла вам сделать somerset там ливерпуль там sx а в англии в каждом районе говорят не так как в другом 40 разных вариантов английского языка она ирландские не все акценты знала но шотландские признала все поэтому она вычисляла по акценту совершенно автоматически и конечно когда я начинал говорить они пытались меня вычислить но у меня лондонского произношения кокни нет эссекского когда они зажевывают некоторые там согласные согласные тоже нету somerset у меня этого тоже нет нет ирландского нет шотландского да кто же он тогда вот меня и спросили они чувствуют какой-то призвук есть никто же не из южной африки случайно но я это воспринял как комплимент потому что русского-то акцента они мне обо мне не поймали вы как сказали что для вас самым совершенным существом является хорошо воспитанная и образованная английская девушка это что это вершина конечно творения потому что эти девушки с одной стороны абсолютно уверены в себе потому что им гадостей никто не говорил никогда не делал и не говорил они выходят в мир с открытой душой с открытым забралом видят только самое лучшее ожидают его и как правило это самое лучшее с ними случается они вышкаленные в плане языка в плане общения и поэтому в жизнь входит как горячий нож в масло все перед ними расступаются и на примере хорошо воспитанных английских девушек видно как работает кармических закон если вложено много любви много заботы это тебя как мотор твою лодку несет и дальше а если ты придешь конечно битый кусанный будешь ожидать каких-то обманов и гадостей так они с тобой случатся знаете поэтому вот забитые наши провинциальные девушки я им очень сочувствую но понимаете заложена такая программа от которой отказаться уже очень трудно пример я просто приведу один есть английская такая драма и уж не помню как она называется девушка из невысокого среднего класса или может даже вообще из рабочей среды много положила сил чтобы себя отполировать сделала себе идеальный акцент все манеры выучила и научилась и так сказать вот радужно смотреть на свет познакомилась с молодым человеком из малой аристокрации и он мне влюбился они вот уже собираются жениться он ее привел к родителям знакомить ее посадили чай пить чай конечно пьют с молоком и она потеряла контроль на одну минуту в чашечку молоко налила первым а так пьют чай только пролетарии они нальют молока а потом заливают заваркой аристокрация сначала наливает заварку а потом добавляют для цвета молока и там была немая сцена все в одном этом жесте увидели что она совершенно не из благородной семьи как могло показаться что она из коммон она коммона простая и конечно весь этот брак расстроился и для англичан это было понятно это была немая сцена в которой рушилось все будущее этой девушки а карина арчевальдова она кстати когда встречала людей простых она говорила коммон из маг она говорила простой как грязь интересно вот в советском союзе было ли что-то что вот исчезла чем из о чем вы жалеете исчезла интеллигентское общение при котором отсевались люди которые не потрудились над собой поработать поэтому скажем вот продукт этой системы вот это бродский бродский ученик ахматовой там принять состоял да она его научила этой надменности но это была не просто надменность это была система защиты потому что можно было запачкаться в одну секунду и они держали ну вот как вот в болоте грязи ты находишься ты встал на какой-то пенек и на нем стой уже не опускайся ни в коем случае я всегда удивлялся как человек вроде гребенщикова находясь в этом болоте по горло сам не запачкался он остался с чистой душой с чистыми помыслами вот я за это перед ним абсолютно преклоняюсь и все мы тоже существовали в этой парадигме мы как бы людей вокруг себя любили но было здоровое презрение что называется к желобам почему просто люди не потрудились заняться самообразованием культура их совершенно не волновало и так далее а находясь на гастролях длительное время мы с морем этого людского контингента сталкивались очень широко говорит сева новгородцев это проект русской службы bbc голоса из архива уникальные записи которые теперь доступны вам после отъезда из ссср бродский давал несколько интервью bbc читал свои стихи в нашем эфире одно интервью было записано в день присуждения ему нобелевской премии в 1987 году когда бродский находился в лондоне с ним беседовала его приятельница журналист и продюсер русской службы bbc маша слоним и она спросила его иосиф когда вы узнали что вы получили премию во время ланча со знакомыми вашего пряница который сказал что звонил со шведского телевидения чтобы я значит вернулся домой то есть то место где я нахожусь вот собственно и все и какова была ваша реакция если очень заказал себе виски еще один виски а в китайском ресторане ну вот сейчас вы уже поверили в то что вы лауреат не совсем все же вы вы действительно лауреат но с некоторым напряжением я допускаю и оказались в этом престижном клубе нобелевских лауреатов среди них были конечно советские и русские писатели как бунин шолохов пастернак солженицын какое ваше ощущение вот от этого нового совершенно состояния из этой компании то есть если говорить об этой группе или компания уже не знаю как называть мне дороже всех естественно берите пастернак дальше второй будет бунин потом служеницын потом 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 уже ничего не будет с bbc я уходил в две фазы в две стадии первое случилось восемь четвертом году когда я работал на кинокартинах и был очень там завязан и как говорится и вся работа мешает халтуре брось работу вот тогда это со мной то и случилось но я оставил себе свою передачу и спустя 34 года настала вторая фаза когда мои отношения с bbc видимо подходит абсолютному финалу последний у нас проект был назывался голоса из архива но что-то не пошло я виню начальство что она заставила мечи меня читать по бумажке не свои тексты что я как личность имею право на некоторую вольность с текстой игры тогда возникает контакт а когда я говорящая голова это совсем другое дело но короче взаимное обвинение рейтинг у них что-то не пошел они решили прикрыть проект в середине чтобы не возить меня в лондон сэкономить денег но я поступил хитро поскольку заключен контракт и они обязаны мне его платить до конца и после этого я не предвижу уже возобновление отношений хотя бы потому что на bbc произошла как я называю большевистская революция в свое время развивали онлайн но когда развивали то лучшие люди работали на радио они были нужны на радио они умели писать или читать там ли что в онлайн отсылали тех кто на радио как бы не проходил но эти люди в онлайне проросли как крапива заполнили собой все пространство стали начальниками и не только административно но и художественно то есть они принимают решения о контенте о подаче и прочее я им написал недавно письмо я говорю менеджмент прекрасно работает но менеджмент не умеет не петь не танцевать не скакать там не писать не читать ничего вы как бы не имеете права хотя бы в традициях большого bbc что большое bbc понимает что менеджмент служит таланту только талант пробивает корпорации путь к народу это я слышал от генерального директора bbc марка томпсона я им говорю что вы собственно следуете не генеральной политики bbc но что там они уже захватили власть и все поэтому у нас я нахожусь в компании где не понимают моих анекдотов условно говоря знаете вот вы пришли в обществе вы привыкли с друзьями общаться все понимают вас вы понимаете их я попал чужую компанию ну хорошо и поэтому и английский период у меня к жизни подошел к концу я переехал в европу живой на виге болгарии и в общем об англии я должен был бы сожалеть каждый день но этого не получается ностальгии никакой нет поскольку я уехал из лондона который стал перенаселенным городом скажем выходя с работы если ты на 15 минут задержался вышел не пол шестого обе четверти шесть то в метро ты уже не попадешь вокруг оксфорд стрит стоит толпа которая просачивается по узенькому проходу по капле часть чайной ложки я вернулся как бы корням я живу в русской семье уже почти 20 лет мы с лёликом я живу в славянской говорящей среде болгарии где в общем тебя понимают даже без изучения местного наречия но мы переехали туда не с людьми общаться а быть на природе и заниматься своим делом что как бы интернет мне и все эти в общей связи позволяют я могу хоть видео там снимать и целать кому угодно писать какие угодно материалы публиковать на своем сайте свои книжки и аудиокниги и вот этим я и занимаюсь потому что за 40 лет написано и начитана очень много и мне нужно это все свое наследие на своем сайте sewa.ru оставить вот я собственно чем и занимаюсь сейчас на досуге жизнь наша не бесконечно теоретически там какое-то количество лет мне еще может быть выпадет ну вот так вот и живем первый прорыв сознания и произошел у меня во время длительного голода я заголодал по системе там профессора николаева или там йогов назывался тогда музыкантам тогда модно было голодать если зуб заболел голодаешь через три дня зуб прошел или там я голодал день там трое три строй суток неделя а потом заголодал на 21 день меня живот болел и на 16 день когда уже отошел ацидоз когда псиной перестал пахнуть отключилось пищеварение человек как-то остыл я ощутил себя частью вот этого безмерного холодного космоса как бы немножечко умер я тогда понял что что я делаю на эстраде какие-то песни два прихлопа три притопа тогда я ушел из росконцерта я тогда руководителем ансамбля добрый молодцы вернулся домой и начал там постепенно восстанавливаться но тот опыт вам не остался я понял что есть какая-то другая как бы вечная реальность который надо тоже соответствовать и вот с годами сейчас отходя от этой журналистской гонки постоянной и от сиюминутного отражения событий я могу взглянуть и на жизненно и на произошедшие в жизни с какой-то такой перспективы ну и конечно крещение в италии мне очень помогло потом поэтому когда канал открыт и какие-то крупицы мудрости время от времени тебе сверху сбрасывают а я конечно подлец сопротивляюсь этому у меня есть какие-то свои планы я пытаюсь денег на бирже заработать из этого ничего не выходит что мне там явно говорят это дело не твое но я не сдаюсь то вот эти крупицы мудрости помогают понять твое место что ты делал условно говоря для вечности и что ты делаешь для сегодняшнего дня и как бы я там не брыкался но эта вечность заставляет меня работать и неё а не на себя и нас и не на сию минуту вот это уроки которые получаешь каждый день по крупице которым сопротивляешься на которые в конце концов показывают тебе их абсолютную и полную правоту сева учил меня как нужно парковать машину когда мне нужно было гитара он дал мне свою гитару когда нужна была какая-то реклама я шел к нему он сразу делал все все о чем я его просил и получилось что лондон связан для меня все вы новгородцев и он открывал в этом городе для меня самые приятные интересные места в эфир выходил сева мы всегда знали что это про то что нам интересно и это будет именно так как нам интересно мало того он зная нас и чувствуя нас он раскопает и преподаст нам ту информацию именно то который нам не хватает и включаешь то радио оттуда идет этника город лондон bbc сева новгородцев с тобой разговаривает ну как старший брат и обсуждать с тобой музыку и говорят о том что жизнь на самом деле ничего и надо рубиться и надо писать песни начальство было на сказать серьезно озабочено этим как это так что вот один человек вдруг получает мешки и писем а и затмевает собой все остальное а если струны и предложить было очень красиво сейчас есть но а Продолжение следует...